Слова «Оренбург» и «Космос» довольно часто стоят рядом с друг другом. Чаще, конечно, при упоминании Юрия Гагарина, но совсем недавно появился еще один повод. И если первому космонавту «Оренбург» дал крылья, то нынешним дал куртки. История этих самых курток на видео, о каких именно тут ошибиться сложно, началась с увлечения Константина Хитрового, который в будущем станет идейным вдохновителем этого проекта. Шесть лет назад я первый раз побывал на запуске ракеты, пилотированного корабля. И мне это увлекло, и я начал заниматься этим развитием в Оренбурге. Так начал ездить, старался хотя бы раз в год посещать пилотированный пуск. На один из очередных запусков Константин решил приехать в чем-то особенном. Так родилась майка с Юрием Гагарином – первая вещь в будущей коллекции. Как рассказывает мужчина, принт привлек внимание Валентины Терешковой, с которым удалось позже пообщаться. Далее своим космическим хобби он заразил и директора фирмы «Дизайн Проект», которая занимается изготовлением вещей. На следующий пуск они вдвоем поехали уже в тех самых куртках. Когда мы приезжали туда, для себя сшив эту одежду, мы были, в общем, как арт-объектом там. Почему? Потому что люди, которые видели нас в куртках, то есть у нас красиво, ну, вы видели принты, впереди ракета, сзади, значит, корабль, Россия, Байконур, там, флаги, в общем, все дела. И когда люди видели, они не понимали, кто мы. Они подходили, спрашивали, а вы что, кто, а где это вы, а где вы такой, вы туристы или вы космонавты? То есть не было понимания. Задача разработать проект упала на одну из работниц дизайн-проекта. По ее словам, тогда она и не думала, что ее работу так оценят. Пришло задание на разработку формы. В принципе, такая ситуация ежедневная, ничем вроде бы не примечательная. Единственное, что тема была космическая, что не так часто встречается. Я больше относилась к работе как к дизайнер, как к картинке. Но при этом мы пока искали все эти спутники, которые хотел видеть заказчик. Вот, и опять же узнавали тоже много нового. Красивые вещи заметили не только зрители запуска. Вскоре в компанию пришел первый заказ из госструктуры, отвечающих за полет. В сентябре поступило предложение шить костюмы зимнего варианта для встречи космонавтов с МКС. Когда они возвращаются на Землю, поступила такая идея, мы ее воплотили, передали. Заказчик остался довольный. В итоге на сегодняшний день у фирмы целый каталог вещей на космическую тематику. Насчитывает он 70 страниц. Как признались все, причастные к проекту, видеть на космонавтах свою одежду – довольно приятное чувство. Останавливаться не собираются, ведь пока одели только один экипаж. Я думаю, что мы будем стараться делать так, чтобы все последующие пуски, которые будут, и космонавты, которые будут улетать, одевались бы в нашу одежду. Мы будем все для этого делать. В середине марта Константин и Олег вновь поедут на запуск. И вновь не с пустыми руками. В этот раз везут жилет для духовника, который освещает ракеты. Алексей Чернов, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok